Здравствуйте! В студии Влад Маркоч, в эфире новости Журнал ТВ. Вы можете смотреть наши выпуски на сайтах Журнал МД и Журнал ТВ МД, а также на нашем канале в Ютьюбе. Вот главные события дня. Конституционный суд утвердил сегодня результаты конституционного референдума о вступлении Молдовы в ЕС. Решение приняли после нескольких часов обсуждения. Европейская комиссия опубликовала ежегодный отчет о расширении Евросоюза в 2024 году, в котором говорится, что Республика Молдова продемонстрировала значительный прогресс. Подробности через пару минут. Частичный пересчет голосов на прошедших в минувшие выходные выборах в парламент Грузии подтвердил победу правящей партии «Грузинская мечта», заявила сегодня Центральная избирательная комиссия страны. Между тем, президент Грузии Соломеза Рубишвили настаивает на том, что результаты выборов были сфальсифицированы. Конституционный суд утвердил сегодня результаты конституционного референдума о вступлении Молдовы в Европейский Союз. С таким обращением в суд обратился Центр избирком. Председатель ЦИК Анжелика Караман представила отчет о том, как проходило голосование 20 октября. Решение КС является окончательным и обжалованию не подлежит. Отмечается, что двое судей, Серджио Цуркан и Владимир Цуркан, высказали особое мнение. Суд установил, что в референдуме 20 октября 2024 года приняли участие 50,72% от числа лиц, внесенных в списки избирателей, то есть более одной трети от общего числа таких лиц. Следовательно, условие признания действительности, установленное избирательным кодексом, было соблюдено. Все время, пока высокий суд заседал, на улице проходил митинг, организованный блоком «Виктория Победа», связанным с беглым олигархом Илоном Шором и блоком коммунистов и социалистов в парламенте. Пришедшие, в их числе была и бывший независимый кандидат в президенты Виктория Фуртуны, депутаты Марина Таубер и Василий Боля, а также другие люди, близкие к Илону Шору, призывали отменить результаты конституционного референдума. Жорст диктатура! Жорст диктатура! Власти утверждают, что голоса на референдуме были куплены на деньги из России через Илона Шора. И расследования были. Как вы это прокомментируете? Во-первых, я не видел таких расследований. Все, что представляет собой пресса в Республике Молдова, особенно те, кто занимается различными расследованиями, понятно, работают на иностранные деньги и по заказу. На референдуме, состоявшемся 20 октября этого года, граждане ответили на вопрос, поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу. Проект поправок Конституции предусматривает добавление двух новых пунктов к основному закону, подтверждающих европейскую идентичность населения Республики Молдова и необратимость ее европейского пути. Интеграция Молдовы в Европейский Союз будет объявлена стратегической целью. Европейская комиссия опубликовала ежегодный отчет о расширении ЕС в 2024 году, согласно которому Республика Молдова продемонстрировала значительный прогресс. Европейская комиссия реализовала конкретные шаги, которые в конечном итоге приведут к расширению Европейского Союза, заявил комиссар ЕС по расширению Оливер Вархели. У нас есть шесть стран, которые находятся в процессе переговоров о вступлении в ЕС с возможностью присоединения седьмой страны, потому что у нас есть решение Европейского Совета, что означает, что мы должны начать переговоры о вступлении также с Боснией и Герцеговиной, что показывает, что прогресс достигнут. И это означает, что в конце следующего мандата комиссии мы сможем увидеть расширение Европейского Союза своими глазами. Отчет Европейской комиссии демонстрирует, Республика Молдова укрепляет демократию и справедливость, защищает свои фундаментальные ценности, заявила вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов. Уже второй год наша страна включена в пакет по расширению. В каждом из этих отчетов комиссия отмечает три момента. Первое – где мы находимся как страна-кандидат в процессе вступления в Европейский Союз. Второе – каков уровень готовности к вступлению. И третье – какого прогресса мы добились за последний год и есть ли неудачи. Европейская комиссия настаивает на том, что правительства стран-кандидатов должны активно продвигать реформы и делать акцент на качестве реформ, поскольку сроки их завершения не установлены. Ежегодный отчет Европейской комиссии о расширении охватывает прогресс, достигнутый всеми странами, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз. Албании, Боснии и Горцеговиной, Грузии, Косово, Республикой Молдова, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Избирательную кампанию Александра Стояногла, кандидат от партии социалистов, якобы тайно финансируют Кремль и российские спецслужбы. В открытом доступе появились аудиозаписи, указывающие на прямые связи члена ПСРМ Адриана Албу с агентами ФСБ, которые опубликовал портал Юри Портер. Эти записи демонстрируют, как Москва координирует стратегии социалистов, чтобы повлиять на политическую картину в свою пользу, пишет издание. В ПСРМ заявили, что записи сфабрикованы. По данным брюссельских журналистов, полученные ими записи содержат разговоры, которые имели место в апреле этого года между Адрианом Албу и Юрием Гудилиным, агентом ФСБ, внесенным в санкционный список США в октябре 2022 года. Албу часто ездит в Москву, где участвует в различных форумах. Помимо Гудилина, он встречался с одним из советников Путина, бывшим главой ФСБ и нынешним секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Адриан Албу пытался сохранить втайне свои встречи с сотрудниками ФСБ. В записи от 27 апреля он говорит, что не хочет, чтобы его видели в некоторых московских отелях, где могут находиться и другие граждане Молдовы, а также сотрудники СИБА. Поверь мне, наши ***, и тут есть ребята, которые по нужде быстренько манипляют. Учитель нахохлом, да? И я не хочу, ребята, вот именно в том, как ты, как бывший Опер, что мы должны мне понять. Еще один разговор между ними касался Илона Шора. На записи Гудилин говорит, что беглый олигарх выполнил свои обещания перед Россией и теперь имеет влияние в Кремле. Ну, как бы, отказаться от Шорова нельзя, учитывая уровень его поддержки здесь, как бы, и так далее. То есть нельзя, как бы, забить на него ***, правильно? Да, и не надо. И не надо, и нельзя, даже если бы хотелось, да и не хочется. То, что он себя, ну, как бы, в отношении с ним, он себя ведет очень-очень-очень правильно. Но у нас, нас здесь, он ни разу не ***, ну, ни разу не кинул. Всегда, ***, вот, если додумать, все время всех ***, этот всегда, если договорил, в нашем случае, там, с теми, кого он знает, ***, он всегда все делал. То есть он, как партнер, проявил себя как надежный чувак. Албу и Гудилин также говорили и о возможности обелить имидж Илона Шора на Западе. План прост – выдвинуть против нынешней власти еще больше обвинений, чтобы ее также обвинили в причастности к коррупции. Юрий Гудилин неоднократно бывал в Молдове во время или перед выборами. СМИ писали, что он вместе с политологами Ольгой Грак и Леонидом Гониным консультировал Игоря Дадона во время его президентской кампании 2020 года. После появившихся записей депутат от ПСРМ Адриан Албу обвинил власть в том, что за ним следят. Албу утверждает, что аудиозапись – подделка, призванная очернить его имидж. Меня удивило то, что я вчера увидел. Это линчевание по телевидению, ясными мыслями так называемых независимых журналистов. В вас нет ничего святого. Вы только делаете фейки и запускаете их в общественное пространство, чтобы спасти свою шкуру. Но у вас не получится. Вы уже забыты. В партии социалистов заявили, что аудиозаписи, опубликованные порталом «Еурепортер», – подделка. Между тем, издание пишет, что обнародованные им аудиозаписи указывают на то, что Москва контролирует и финансирует пророссийские партии в Молдове, и что ФСБ вовлекает своих агентов, чтобы более эффективно управлять и защищать свои интересы. Также уточняют журналисты Адриан Албу и Богдан Цырдя, лишь двое из связанных с Кремлем политиков, через которых ФСБ контролирует ПСРМ. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и прокуроры Кишинева, Бельц и Кагула провели сегодня обыски во многих населенных пунктах Нчешского, Колоражского, Страшенского, Неспоренского, Криулянского, Флорежского и Аргеевского районов. Обыски прошли в рамках расследования семи уголовных дел, по которым 12 человек подозревают в подкупе избирателей, с тем, чтобы они голосовали за определенного кандидата. По данным следствия, эти лица были вовлечены в процесс подкупа избирателей на выборах 20 октября и теперь снова пытаются это сделать. После обысков, которые прошли в домах подозреваемых и офисе блока «Виктория Победа», несколько человек доставили в Национальный центр по борьбе с коррупцией, а лидера территориальной организации блока в Чемишлии задержали на 72 часа. «Мы попытались получить комментарий у депутата Марины Таубер, но она не ответила на наши звонки. Полиция предупреждает, что гражданам, предлагающим деньги для подкупа избирателей, грозит от одного до пяти лет тюрьмы и штрафы в размере более 50 тысяч леев. Незаконное финансирование партии из запрещенных источников наказывается лишением свободы на срок до шести лет и штрафом в размере более 67 тысяч леев. Граждане, сотрудничающие с правоохранительными органами, освобождаются от уголовной или административной ответственности, если они активно способствовали выявлению или противодействию правонарушению, связанному с коррупцией на выборах». Частичный пересчет голосов на прошедших в минувшие выходные выборах в парламент Грузии подтвердил победу правящей партии «Грузинская мечта». заявила сегодня Центральная избирательная комиссия страны. Президент Грузии Соломя Зурабешвили настаивает на том, что результаты выборов 26 октября были сфальсифицированы. Накануне она сообщила, что не придет в прокуратуру, куда ее вызвали для представления доказательств фальсификации. Зурабешвили заявила журналистам, что не она должна представлять доказательства. «Пусть каждый делает свою работу, а не сводит политические счеты с президентом». Глава государства предложила грузинским прокурорам вызвать на допрос главу европейской дипломатии Жозепа Бореля, который, по ее словам, также заявил, что у него есть информация о серьезных нарушениях на выборах в Грузии. «Выборы были массово украдены всеми возможными и невозможными способами», продолжила Соломя Зурабешвили. Четыре оппозиционные партии, поддерживаемые президентом, также заявили о фальсификациях и потребовали проведения новых выборов под международной администрацией, сообщает информационное агентство «Рейтер», АФП и ЭФЭ. Европейская комиссия опубликовала в среду свой ежегодный отчет о расширении ЕС, из которого следует, что она не будет рекомендовать начинать переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Европейский союз по-прежнему привержен углублению партнерства с Грузией. Но до тех пор, пока Грузия не изменит курс, Европейская комиссия не может рассматривать возможность рекомендовать начать переговоры с Грузией о вступлении в ЕС, говорится в пресс-релизе комиссии. Правящая партия «Грузинская мечта» публично отвергает обвинения в пророссийской политике и заверяет, что членство в ЕС остается ее приоритетом. Во время предвыборной кампании партия заявляла о себе, как о единственной способной предотвратить то, чтобы Грузию, пострадавшую от войны, которую она проиграла России в 2008 году, постигла та же участь, что и Украину. Грузия получила статус страны-кандидата в 2022 году. Но этот процесс Брюссель уже заморозил, о чем говорится в опубликованном в среду докладе, в котором это решение обосновывается в основном сильными антиевропейскими заявлениями грузинской власти и законом об иностранных агентах, который обязывает СМИ и НПО, получающие более 20% своего финансирования из-за рубежа, раскрывать внешние источники финансирования, сообщает Ачерпресс. В результате российской атаки на Харьков в среду вечером погиб 12-летний мальчик и не менее 35 человек получили ранения. В этих условиях каждое запоздалое решение иностранных партнеров означает десятки или даже сотни новых российских бомб, использованных против Украины, отреагировал на случившийся президент Владимир Зеленский. В среду вечером 30 октября россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове, управляемой авиационной бомбой ФАП-500, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов. Агрессор решил нанести очередной удар ночью, когда люди находятся дома с семьями, отметил он. Для врага это подходящий час, чтобы посеять страх среди людей. В то время, когда почти все дома, наносятся такие удары по жилым домам. Из того, что мы видели, предполагаем, что атака была совершена с помощью бомбы ФАП-500. Как сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, удар пришелся по многоэтажке. В результате повреждены нижние этажи здания. Вспыхнувшие пожары во многих квартирах потушили. Спасатели проводят поиски попавших под завалы. Мы спали в той комнате, а ребенок спал в этой комнате. Вот в эту сторону прилетел. Что нарази в вашей квартире? Ее нету, вы видите, первый этаж. Ее нет. Там потолок со второй завалился у квартиры. Весь потолок завален. То есть, это все разбирать в певные годы, это вы видите. Россияне постоянно бьют по Харькову поздно вечером и ночью. Это жилой район. Здесь нет военных объектов. Партнеры видят, что происходит каждый день. В этих условиях каждое запоздалое решение с их стороны означает еще десятки или даже сотни российских бомб, использованных против нашей страны. Отреагировал на случившийся президент Украины Владимир Зеленский. За их решениями стоят жизни наших людей. Поэтому мы должны остановить Россию вместе и сделать это всеми возможными силами, подчеркнул Зеленский. В течение последних двух лет войны Харьков постоянно подвергается российским атакам. В последние месяцы россияне все чаще наносят удары по жилым кварталам. В Международный день сбережений эксперт-групп совместно с НБМ провели заседание пресс-клуба, на котором рассказали о результатах национальной кампании по финансовому образованию, а также о том, как граждане могут эффективно экономить в Молдове. В рамках мероприятия Натан Гарштя, директор Департамента финансовой стабильности Национального банка Молдовы, выступил с информацией о существующих вариантах размещения сбережений в банковской системе. В разных странах мира в рамках кампаний по финансовому образованию существуют рекомендации для населения, в которых говорится, чтобы у граждан были сбережения, и чтобы сумма была достаточной для покрытия расходов от 3 до 6 или даже до 12 месяцев. Несомненно, у тех, у кого есть сбережения, возникает вопрос, как с ними поступить. Для этого и существуют финансовые рынки. Натан Гаршти отметил, что физические лица могут не просто хранить свои сбережения дома, а делать банковские вклады, что будет приносить прибыль, а финансы будут в сохранности. Выводы. Должны быть сбережения. Банковские вклады очень надежны и дают гарантии. Существуют депозиты на любой вкус. И, естественно, вы должны быть информированы и обращать внимание на кампании по финансовому образованию. Программный директор, эксперт групп Стас Мадан рассказал, что национальная кампания по финансовому образованию проводилась на протяжении года среди учащихся школ и университетов. Сегодняшнее мероприятие проводится по случаю Международного дня сбережений. С тех пор мы успели провести много мероприятий, во время которых пообщались примерно с двумя тысячами учеников и молодых людей из университетов и лицеев. Мы также провели лагерь по финансовому образованию. И, наверное, самая главная часть кампании – это информационные материалы, которые были разработаны совместно с Национальным банком Молдовы. Стас Мадан отметил, что информационные материалы, о которых шла речь, доступны на сайте Национального банка Молдовы. На этом у меня всё. Более подробную информацию вы можете найти на сайтах журнал МД и журнал ТВ МД. И не забывайте, если вы стали свидетелем события, которое может быть новостью, пишите нам на контакт собака журнал ТВ МД или на нашу страницу в Фейсбук. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин